Всем привет! Сегодня приготовлю вкуснейшее блюдо китайской кухни свинину в кисло-сладком соусе. Это нежнейшее мясо, обжаренное во фритюре с овощами, кусочками ананасов и в очень вкусном пикантном соусе. В первую очередь подготовим мясо. Нарезаем его на кубики среднего размера. Перекладываем его в миску и добавляем чайную ложку соевого соуса и рисового уксуса. Чем можно заменить рисовый уксус, напишу в ингредиентах в описании к видео. Немного перемешиваем. И отставляем его пока в сторону мариноваться. Пока маринуется мясо, подготовим овощи. Лук и чеснок нарезаем на небольшие кубики. А болгарский перец нарезаем на кубики среднего размера. Также нам понадобятся консервированные ананасы. У меня заранее уже шли кусочками, поэтому я их не нарезаю. Приготовим кисло-сладкий соус. Смешиваем соевый соус, рисовый уксус, кетчуп, воду и сахар. Тщательно перемешиваем. Соус готов. Отставляем его пока в сторону, а перед добавлением в блюдо еще раз хорошо перемешаем. В последнюю очередь приготовим кляр для мяса. В крахмал добавляем соду, щепотку соли и воду. Перемешиваем. Консистенция кляра получается достаточно плотная и вязкая. Именно так и должно быть. Заливаем им мясо. Тщательно перемешиваем, чтобы каждый кусочек мяса был покрыт кляром. Для того, чтобы мясо при обжаривании не слипалось, советую заранее отделить кусочки друг от друга. Для обжаривания мяса наливаем в кастрюлю растительное масло и хорошо разогреваем его. Когда масло хорошо разогреется, опускаем небольшими партиями в него мясо и обжариваем до золотистой корочки, где-то 3-4 минуты. Готовое мясо выкладываю на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла. Точно так же обжариваем остальное мясо. Свинина готова. Убираем ее пока в сторону, а тем временем приготовим овощи. В небольшом количестве растительного масла обжариваем чеснок, лук и по желанию добавляем сушеные кусочки перца чили. Перемешиваем и обжариваем до золотистого цвета. Добавляем болгарский перец, ананасы, перемешиваем и обжариваем еще 5 минут. Теперь добавляем обжаренное мясо и заливаем кисло-сладкий соус. Перемешиваем и обжариваем еще 5-7 минут. Блюдо готово, снимаем его с огня. Такое блюдо получается потрясающе вкусным. При подаче можно дополнительно посыпать кунжутом и зеленым луком, они только дополнят вкус и получится еще вкуснее. Такое блюдо можно подавать как на праздничный стол, так и на каждый день с любым гарниром или как самостоятельное блюдо. Рекомендую попробовать, получается очень вкусно. У меня на сегодня все. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, готовьте вкусно!